Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радиоплотком программа «Диагноз недели». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, ну и, как обычно, Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Здравствуйте, Артем. И цифры телефона прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните и пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И сегодняшней темой нашего разговора станет, если я правильно понимаю, сталкеринг. То есть, как бы даже перевести этот термин на русский язык лучше всего. Не будем путать со сталкером Тарковского. Да, желательно. У этого слова есть самые разные значения, начиная от учения Карлса Кастанеды и продолжая еще с самыми разными вещами. Но мы говорим о другой сфере. Мы говорим о людях, которые склонны преследовать кого-то своим вниманием. Преследовать, осознавая, что они нежелательны, преследовать намеренно и не намеренствовать дискомфорт. А это даже угрозу для жизни у человека или вообще угрозу существованию. И на самом деле очень распространенная история. Когда-то это все считалось, скажем так, настойчивыми ухаживаниями. Представьте себе мужчину, как когда-то говорили в школе, он ей проходу не дает. И подразумевается это под этим, что есть некий настойчивый поклонник, который настолько влюблен или увлечен, что он действительно, ну не знаю, то, что нас в школе дергает за косички, провожает, подкарауливает на каждом углу, у подъезда, засыпает знаками внимания теми или иными и так далее. А девушке это неприятно? И это всегда как-то даже с некоторым одобрением воспринималось в обществе. Настолько человек влюблен, настолько человек сосредоточен на объекте своих чувств, и девушка, которая от этого отказа, воспринималась некоторым осуждением. Капризничает, что ей нужно, человек влюблен и тому подобные вещи. В 90-х годах, ну даже несколько раньше, появились такие вещи, как, мы все о них читали, люди, которые настойчиво преследовали известных фигур. Певиц, певцов, киноактрис и тому подобное. Впервые, насколько я понимаю, это было воспринято серьезно юридически, когда одна американская актриса три года являлась предметом домогательств своего поклонника, и в итоге он ее убил. Всем известная певица Бьорк получила как-то раз по почте посылку, в которой было взрывное устройство. Оказывается, это устройство я отправил английский офицер полиции, который был в нее крайне влюблен, и по принципу, не доставаясь это никому, послал эту взрывчатку. Правда, сам, отправив посылку, дома покончил с собой. После этого юридическая система зашевелилась и начали принимать какие-то законы, меры и так далее. Но мы не сразу будем говорить о таких крайних случаях, поэтому давайте подумаем, каким образом Сталкин проявляется вокруг нас. Но ведь это, вот вы сами упомянули школу, мне кажется, это такая достаточная тема, как раз-таки, когда мальчики не знают, как выразить свое внимание, а вот в такой культуре у нас надо девушек добиваться. А как добиваться? Ну вот, постоянное проявление внимания, и как раз это проявление внимания наверняка девушкам зачастую неприятно. Вот такой самый простой пример. Я думаю, что здесь есть некие грани. Я думаю, что даже очень настойчивый поклонник, по идее, не стремится доставить девушке дискомфорт. Даже очень настойчивый поклонник, скорее всего, понимает некую границу, и рано или поздно способен услышать слово «нет». А когда начинается переход этих грани, вот, возвращаясь к 90-м годам, в 98-м году Пол Маллен, австралийский исследователь, занялся вплотную проблемой Сталкинга. Были проведены достаточно серьезные исследования, и было выделено несколько групп Сталкеров. Я сейчас попробую к ним вернуться, чтобы... Да, вы пока вы ищете. Я хотел бы упомянуть, что есть еще другое понятие слова «сталкер». Это люди, которые ходят по заброшенным домам. Это, конечно, совсем другое, и очень важно не путать эти два понятия, особенно в латышском. Потому что там у слова «сталкер» вообще есть очень такое... И в английском очень неприятное значение, а в русском все-таки это... Люди, которые ходят по заброшенным домам, рискуют только собой. Именно, именно. И не причиняют вреда больше никому. И этим они принципиально отличаются от сталкеров, о которых мы говорим. Так вот, Маллен выделил, по-моему, шесть типов сталкеров. Он их разделил на отверженных, искателей близких отношений, несостоятельных поклонников, злопамятных и сталкеров-хищников. Пять все-таки, очевидно. Кто-то выделял еще дополнительные категории. Интересно. И можете подробнее рассказать о том, что из этого, какие приметы? Что такое отверженный сталкер? Ну, само слово «отверженный» — это человек, который пытался ухаживать и был отвержен. Он, возможно, добивался отношений, или уже даже был в них, но был отвергнут. И смириться с этим он совершенно не в состоянии. И человек даже не все ставит себе целью осложнить жизнь предмету своих чувств. Он искренне считает, что он способен достучаться. Он искренне считает, что если он будет бесконечно демонстрировать силу своих чувств, увлеченность и так далее, рано или поздно его оценят и поймут. И примут обратно. И этого, увы, не происходит. И человек, которым это происходит, обычно начинает заходить за границу все дальше и дальше. Он может начинать переходить к угрозам. Не обязательно угрозы имеют отношение к женщине, на которой он ухаживает. Угроза может относиться к себе самому. Угроза самоубийством. Я покончу с собой, если ты не. И тому подобные вещи. И обычно среди этой группы, ну вообще сталкеры, среди них достаточно часто, очень высокий процент людей с психическими расстройствами. Это, увы, проверено на различных уголовных делах, которые были возбуждены и так далее. Так вот, сталкеры, это обычно, отверженные сталкеры чаще всего не страдают тяжелыми психическими расстройствами. Не страдают. Не страдают. Обычно это мужчины раздраженные, зависимые от одобрения этой женщины. Те, которые не в состоянии смириться ни со своей ролью в этих отношениях, и часто со своей ролью в обществе вообще. И поэтому они угрозы, как таковой, обычно не представляют, но портят жизнь очень сильно, потому что держат жертву в напряжении. Следующая категория у нас – искатели близких отношений. Это такой романтический сталкер. Это сталкер, который мало того, что влюблён сам, он успел себя убедить, что женщина, который влюблён, его тоже любит. Просто она пока что-то не может этого осознать, то не в состоянии этого признать. И эти люди, как ни странно, становятся опаснее. Почему? В первую очередь потому, что этот романтический флёр страдающего возлюбленного, страдающего неистового возлюбленного, то, что было многократно воспетое в мировой классике, им даёт такое разрешение на то, чтобы быть назойливым. Они не боятся даже уголовного преследования, не боятся обращения в полицию. Ну, потому что в культуре это есть, есть же такой прям сюжет, когда ты добиваешься, и все препятствия только усиливают радость от обладания предметом любви. Это вот прям как бы впечатано. Да, и эти люди видят себя совершенно иначе, чем не выглядят на самом деле. Ну, это сейчас с людьми происходит, когда люди не могут себя увидеть трезвым взглядом. И человек, который сам для себя страстный, возлюбленный, заслуживающий хотя бы за это симпатии и восхищения, совершенно не понимает, что он неприятный тип, который вызывает у того, кого он любит, дикое раздражение и страх, что он вызывает ощущение тревоги и загнанности, когда мы ещё вернёмся, как себя чувствуют люди, которых приследуют сталкеры. И среди этих людей уже встречаются психотические расстройства достаточно часто. Следующая категория – несостоятельные поклонники. Это очень грустный тип. Обычно это одинокие люди, одинокие молодые люди, плохо адаптированные в обществе, плохо, у них вообще достаточно плохо с социальными контактами. – Значит, такое ощущение, что у всех типов не очень хорошо с социальными контактами? – Не у всех. Есть среди них те, которые вполне себя адаптируют, но при этом жаждут отношений и любви. А эти люди зачастую даже ищут не любви, они ищут близости. На самом деле то, о чём они просят, это не о сексе, не о браке. Они добиваются хотя бы свидания. И вот для них отказ свидания просто смерти подобен. Это лишний раз наводит их на мысли о бессмысленности своей жизни, о собственной незначительности, о той самой несостоятельности, о которой мы говорим. Наверное, можно себе представить, что такие вещи о себе понимать достаточно страшно и некомфортно. – А это всегда только романтический сталкинг? Или это может быть и поиск друга, например, а второй человек просто не испытывает желания общаться с этим человеком? – Эти достаточно в массе своей, достаточно безвредны, потому что для них их несостоятельность уже не новость. Они в той или иной форме к ней уже привыкли, к этой несостоятельности. Они неудачи социальные там, там, там. Поэтому здесь высокий шанс, что они достаточно быстро отступят и больше не будут предоставить. Но, скорее всего, найдут себе новый объект, потому что хоть где-то это надо реализовать. Следующее – это злопамятные сталкиры. Это как раз сталкинг, не всегда связанный с романтическими историями. Это люди, которых кто-то когда-то обидел. Неважно, организации, где они работали, начальник, коллеги. И они собираются положить просто свою жизнь на то, чтобы отравить им жизнь. Когда-то, кстати, по радио какому-то я слышал что-то похожее, по-моему, московское радио, там брали интервью у кого-то человека, который сказал, что он со своим водителем, ехал где-то, и они нарушили правила. И какое-то было нарушение, за которое теоретически водители могли отобрать права. И остановивший их офицер полиции сказал, что, ну, в общем-то, я могу у тебя забрать права за это. На что водитель ему ответил, «Если ты заберёшь у меня права, я останусь без работы, и всё своё свободное время посвящу исключительно тебе». Полицейский подумал и вернул ему права. Наверное, потому что представить себе как непонятный, ожесточённый человек, обиженный на тебя, посвящает всё время тебе и держит тебя в напряжении, наверное, ему показалось, что лучше не связываться. Так вот, злопамятные люди способны и на преступления, потому что это накапливающаяся злость, накапливающаяся агрессия, всё-то просит выхода. И здесь речь идёт не о любви вовсе. Наверное, в эту же категорию входят люди, у которых в их фантазиях уже установились некие отношения с женщиной, которую они любят, и в их мыслях она тоже наверняка им отвечает взаимностью. И они просто вежливость воспринимали, может быть, как флирт. А потом, когда они получают всё-таки отказ, это воспринимается как предательство. Это воспринимается как предательство, как измена. И тогда начинают вызревать планы возмездия. Планы возмездия, что ты разрушила мою жизнь, и теперь я разрушу твою жизнь. И я думал, человек, который пытался взорвать Бьёрк, это похожая история. Человек, который убил ту киноактрису, это тоже похожая история. Последняя категория, но это, если не ошибаюсь, хищники. Хищник – это самая мрачная категория. Хищник – это человек, который уже настроен на какое-то сексуальное преступление. То есть он именно хищник, он не влюблён. Он выбрал себе жертву. То есть такой направленный насильник. Насильник, а может и убийца. И больше, конечно, сексуальный окрас. И хищник опасен чем? Если большинство сталкеров свои преследования не скрывают, они стараются появляться как можно чаще в поле зрения, они стараются напоминать о себе, писать письма, слать подарки, добиваться встречи, что большая часть деятельности хищника проходит незаметно. Он понимает, что он планирует преступление, и он занят сбором информации. Он следит, он выясняет всё насчёт образа жизни своей жертвы, он выясняет маршруты, по кем она передвигается, где и с кем она живёт, чем занимается и так далее. В общем, планирует своё, не знаю, преступление. Да. Он может, вот его цель, даже не дарится внимания, его цель держать в страхе. Он может по ночам кидать камни в окна, он может стучать в двери. Звонить и дышать. Да, он может посылать угрозы. То есть его цель, не добиться взаимодействия, цель держать в ужасе. И конечный акт, когда и если он добирается до жертвы непосредственно, откуда у него завершение, вершина всей этой истории. И это, конечно, люди, обычно совершающие преступления. Это пять категорий. Что есть у нас ещё? Есть ситуации, которые сейчас уже называют групповой сталкинг, когда какую-то жертву преследуют несколько людей, объединившись. Это тоже такая травля. Это цель запугать, загнать человека. То есть представь себе всё то же самое, что делают только несколько человек. Причём мы живём в современном мире. И на сегодняшний день сталкинг вполне симпатии. Онлайн сталкинг. То, что происходит в интернете. И вы можете представить, сколько разнообразны возможности людей, которые способны взломать чужой аккаунт, которые способны засыпать тебя во всех социальных сетях письмами, угрозами. Те, кто из них более талантливы, могут, взломав твой аккаунт, начать публиковать какие-то вещи от твоего имени. То есть создавать совершенно невыносимую обстановку. Сейчас нам нужно прерваться на небольшую рекламу, после чего мы продолжим уже подробнее говорить об этом явлении. Не переключайтесь. Продолжается программа «Диагноз недели». Проводим её. Я, Артём Липин и, как обычно, Резник Мартов. Обсуждаем мы сегодня сталкинг. То есть явление, когда человек или группа людей преследуют конкретную жертву с очень разными, как мы выяснили в первой половине передачи, целями. Я вот как раз хотел спросить. Мы обсуждали, когда эти типы, большая часть наших примеров были всё-таки такого, ну, романтического толка. И они были мужчина, направленные на женщину чаще всего. То есть либо это влюблённый человек, либо отвергнутый, либо просто жаждущий внимания и так далее, и так далее. Бывает ли сталкинг, направленный от женщин во отношении мужчин или других женщин? Конечно же, бывает. Но по статистике, по крайней мере, статистике сколько-то лет назад, всё-таки большинство, где-то две трети – это мужчины. Треть остаётся женщинам. Но по ходу моей практики я видел двух женщин, которые преследовали объекты своей страсти, не щадя никаких сил, и не щадя объекты страсти в том числе. Мужчина встречал нескольких. Один из них, кстати, совершил убийство и впоследствии был признан экспертизой невменяемым. А другой не запомнился, потому что у него был объект страсти девушка, которая с ним начала встречаться, потом перестала. Он почувствовал себя отвергнутым. Это привело его в гнев. Причём, в чём, кстати, наверное, проблемы законодательства, почему отсталки очень трудно защититься. Девушка пошла в полицию, полиция сделала предупреждение, мол, не надо к ней приближаться. И он искренне говорит, что они мне сделают? Я ничего плохого не делаю, я не нападаю. Ну, встречу на улице, поздороваюсь. Ну, мало ли сколько раз я случайно встречу на улице. Я поздороваюсь, я напишу что-то. Никто не может мне это запретить. А в Латвии нет такой практики? Потому что в Америке вот есть этот restricting order, не знаю, как лучше перевести, то есть документ, который запрещает приближаться к другому человеку на сколько-то метров. В Латвии такой практики нет, видимо. В Америке есть такой опыт. Потому что если этого законодательства нет, ну, человека могут оштрафовать за назори поведения. Можно трактовать как хулиганство. Наверное, да. Насколько я знаю, американскую практику, если человеку вынесет этот restricting order, если человеку судом запрещено приближаться на определенное расстояние, вступать в переписку, звонить, вообще хоть как-то беспокоить человека, если он нарушает этот restricting order, вот тогда его могут штрафовать на куда более значительные суммы и могут даже подвергнуть тюремному заключению. Ну, в общем-то, в чем, конечно, опасность сталкинга? Тебе очень трудно убедить окружающих, что это серьезно, что ты боишь. Потому что, ну, если вы не поленитесь, наберете сталкинг в интернете и вы почитаете все, что там пишут, огромное количество рассказов адвокатов, рассказов самих жертв о людях, которые просто потеряли покой, сон и любое спокойствие. Потому что представьте себе себя на месте женщины, девушки, которую человек преследует постоянно и бесконечно, он может быть груб временами, он может быть агрессивен, он может осыпать упреками, угрозами, потом извиняться и каяться, признаваться в любви, делать это снова. И часто эти девушки, обращаясь в полицию, получают ответ, ну, послушайте, успокойтесь. Просто не обращайте внимания, да? Да, надоест и отстанет от вас, надоест и успокоится. Ничего страшного не произойдет. И в этой ситуации, на самом деле, когда я поговорил с теми людьми, которые пересекались по своей практике, я, честно говоря, плохо себе представляю, что в этой ситуации можно делать. Ну, вот, кстати, такой, наверное, очень будет наивный вопрос, но, тем не менее, кроме вот какой-то такой физической, физического воздействия полиции или, я не знаю, друзей, которые будут тебя защищать, нет ли возможности с каким-то, хотя бы с одним из типов такого сталкивания, договориться, объяснить, к тому же там отверженному сходить с ним на свидание один раз? С кем-то можно. Проблема в том, что никогда, во-первых, сходить на свидание один раз, создаешь надежду на дальнейшее. Ну, да, да, это правда. Во-вторых, по статистике того же австралийского исследователя, разброс временной преследования сталкинга по длительности от двух-трёх недель до двадцати лет. Ох! Ну, это вы взяли края, то есть средние где-то несколько лет, два-три года. По-разному бывает. И здесь, в общем-то, уже кому как повезёт, насколько адекватен человек, который тебя преследует. Он действительно наделён неким психиатрическим диагнозом, психическим заболеванием. Это вопрос, насколько оно тяжело. Тебя преследуют в силу того, что человек просто плохо контролирует свои какие-то волевые импульсы. Или это, может быть, расстройство бредового уровня. То есть люди, занимающиеся сталкингом, это может всё, что угодно, начиная от психопатии и кончая шизофренией. В общем-то, совершенно большой разброс диагнозов. И беда в том, что они всегда делают первый ход. Жертва сталкинга вынуждена всегда делать второй номер. Она только отвечает на то, что ей выпадает. Она ходит в полицию, пишет заявление к психиатру, она просит помощи у друзей, если таковые есть. И с друзьями тоже есть такая история, что... Но они не могут быть всё время. Они могут быть всё время. Но они могут поймать этого преследователя и его более или менее сильно избить. Как он на это ответит, никому неизвестно. Возможно, он испугается и прекратит преследование. А возможно, он выйдет на тропу войны и начнёт мстить. То есть на самом деле эта ситуация крайне тяжёлая, в которой никому не позавидуешь. Что такое обычно... Что можно делать, когда ты имеешь дело со сталкером любого пола? На самом деле это требует кропотливой и массированной работы. Во-первых, желательно, конечно, сразу понять, с кем ты имеешь дело и каким образом он добивается твоего внимания. И если начинают проскакивать нотки агрессии, угрозы, это настораживает сразу. Это должно настораживать сразу. Потому что агрессия, звучащая в обращённых те словах, в действиях, это первый звонок о том, что человек вполне возможно не знает предел своих стремлений и пойдёт на любой шаг. И здесь ни в коем случае не стоит думать, смотрите, как тебе советуют добрые люди, а вось само по себе пройдёт. Если вы обнаруживаете, что вас преследуют, не стесняйтесь ничего. Делайте скриншоты смс, записывайте звонки, сохраняйте всё, что вам пишут в интернете. Если человек вас преследует на улице, делайте фотографии и видеозаписи. Делайте всё, что угодно, чтобы у вас было с чем обратиться. В полицию, в инстанции медицинские и так далее. Если у вас на всё это не хватает терпения заниматься самостоятельно, обращайтесь в охранную фирму, нанимайте юриста, который этим будет заниматься. Но я думаю, что это та ситуация, в которой человек никогда не знает ту степень риска, который он подвергается. То есть человек не знает и не представляет себе на что пойдёт тот, который его преследует. И неважно, это замкнутый, одинокий, неуверенный в себе человек. это бывший бойфренд, полклонник или ещё кто-то. Или это психопатическая личность уже с обозначенными агрессивными тенденциями. Сколько вы не знаете, с кем вы имеете дело, мне кажется, всегда лучше всего воспринимать эту ситуацию максимально серьёзно. что вообще можно делать в этих ситуациях? Ну, если у человека есть некий психиатрический диагноз серьёзный, очевидно, это то, где нужно добиваться действий полиции и, возможно, принудительного лечения, если человек будет признан нуждающимся в таковом. Если мы имеем дело с человеком просто тревожным, неуверенным в себе, социально изолированным, наверно, здесь могут помочь беседы, наверно, здесь может помочь совет человеку самому обратиться куда-то за помощью, пока не возникли всяческие осложнения. Я думаю, что есть та часть сталкеров, с кем можно договариваться, но уже не самой жертве, с кем может работать психиатр или психотерапевт. Потому что когда всё это возникает на фоне глубочайшего внутреннего дискомфорта, депрессии, катастрофически падающей самооценки, с этим человеку можно помогать. У нас есть звонок, давайте примем вопрос. Здравствуйте. 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 Знаете, вот такой вопрос, что такое ограниченно дееспособное? Вообще, Резник Мартов, вы больше уделяете психотерическим заболеванием. Понимаете, у нас говорят, что каждый четвёртый в Латвии имеет проблемы. А тут про политику, про всё, тут вопиющий вопрос, понимаете? Простите, у вас есть вопрос по теме разговора сегодняшнего? Я про политику обычно не говорю, если вы забыли. Спасибо. Значит, не было. Но есть вопрос в WhatsApp по поводу сталкинга. Если руководитель занимается сталкингом на работе по отношению к подчинёнными одного пола и разного пола, то есть, и та, и та ситуация, что делать? Есть ли какая-то разница? Действительно, я немножко, наверное, расширю, если сталкер и жертва, жертва не может отойти от сталкера, потому что они, не знаю, работают вместе или живут рядом. В общем, нет возможности физически быть дальше от этого человека. И они видятся постоянно, каждый день. Смотря что из-под сталкинга руководителя. Это человек, который не даёт прохода своим вниманием? Видимо. То же самое, что вы говорили про сталкинга, только это не два незнакомых человека или слабознакомых, а вот руководители, подчинённые, когда ты ещё зависишь от сталкера. как у нас на том же просвещенном Западе немало ситуаций, опять же, несколько, я знаю, непосредственно участников, когда руководитель, который требовал от подчинённой внимания, сексуальных услуг, не давал прохода, чем-то угрожал, в итоге на него подали в суд, он был естественно уволен с работы и приговорён к выплате достаточно крупной финансовой компенсации. Я думаю, что здесь есть ровно три выхода. Один самый, малый вероятный, пытаться договориться, второй, применять все возможные юридические способы для того, защитить себя, ну и третий, с работы можно уйти, если ты не видишь другого выхода. Но, наверное, только бегство не очень хорошая стратегия, потому что это не остановит. Это не остановит, человек тебя всё где-то разыщет, скорее всего. И я снова повторюсь, мы никак не знаем, где мы имеем дело с просто назойливым поклонником, который никак не может понимать, где пора остановиться, где мы имеем дело с хищником, с психически больным человеком, лишь человеком, который настолько угрызаем обидой на социум и свою судьбу, что будет пытаться это всё разрешить за счёт человека, за которым он ухаживает, если он... Внимание которого он добивается. А то, что у нас сейчас, вот мы уже немножко упомянули технологии современные, в какой-то степени это, конечно, страшнее от этого становится, потому что у сталкера появляется гораздо больше инструментов воздействия на жертву, но, с другой стороны, не успокаивает ли эта часть сталкеров, что ему не нужно физически находиться рядом с человеком, ему достаточно находиться на его страничке в соцсети всё время и постоянно, не знаю, комментировать, лайкать, это, конечно, тоже в этом приятного мало, но это уже не физическое такое воздействие. Во-первых, тут пойди отличи сталкера от тролля. Во-вторых, наверное, сталкера можно стараться блокировать. В-третьих, если это человек, кто начинает взламывать твою страницу, что-то на ней постит его имени или публиковать угрозы, это первый знак того, что это не просто тролль. Ну да. Первый знак того, что эти проникновения можно как-то фиксировать, и я думаю, здесь тоже нужно обращаться немедленно за помощью есть на какие-то средства кибербезопасности, есть ли кто способен отследить такого человека в сетях и тому подобные вещи. Но это тоже к юристу, наверное, можно обратиться. То есть, мне кажется, все-таки, я повторюсь, то, после чего уже нельзя игнорировать, это проявление агрессии. Любая угроза, которая прозвучала, пусть даже самая невинная, намек на то, что могут расправиться, те могут портить жизнь и так далее, она должна быть воспринята вполне серьезно. Знаете, когда-то в дуэльных кодексах писали, раньше в романах часто мы читали из жизни дворян «считай, что я дал вам пощечину». И это рассматривалось как фигура речи красивая. На самом деле по дуэльным кодексам угроза оскорбления действием приравнивалась к оскорблению действием. «считай, что я дал вам пощечину», я практически вам ее уже дал. Уже можно вызывать на дуэль. Это то, на что не можно, нужно. Это то, что ты уже не можешь проигнорировать. С угрозами виртуальными в общем-то та же история. Если тебя оскорбляют, если тебе просто пишут какие-то гадости, этот тролль его можно игнорировать, можно блокировать, можно обращаться к каким-то администраторам и так далее. Если тебя угрожают, если возникает ощущение угрозы, это, я уверен, стопроцентная причина для того, чтобы искать защиту и предпринимать какие-то встречные действия. Потому что мы же знаем, что погоня вещь азартная, это затягивает. А если человек, кто преследует сталкер, пугается, этот испуг показывает и не пытается защитить себя, азарт в погоне еще сильнее. Тут еще такой интересный вопрос. Как отличить сталкинг от харассмонта? Я уже от себя добавлю, есть ли различия, является ли харассмонт частью сталкинга? Харассмонт другой. Харассмонт можно взять не как часть. Вот вопрос из-за харассмонта в скобках психоэмоциональное насилие. Психоэмоциональное насилие нынче настолько расплывчатый термин, я даже не берусь судить. Если на кого-то крикнули, тоже может себя психоэмоциональное насилие. Он сталкан сам по себе, это тоже психоэмоциональное насилие, разумеется. Мне кажется, если я правильно понимаю слово харассмонт, сексуальный харассмонт, это когда тот, кто домогается до жертвы, с ней находится в неких иерархических отношениях. Он или начальник, или от него зависят какие-то выгоды, которые может получить или не получить жертву, это отдельная история. Наверное, харассмонт, если он постоянный настойчив, можно считать частью сталкинга. То есть, отличий особых нет, это просто немножко разные вещи, которые могут совпадать, могут не совпадать. Я думаю, это самая иерархическая структура. Если человек просто пристает к малознакомому женщине или мужчине, это одна история. Если это в рамках какой-то одной организации, учреждения, и тем более, если тот, кто пристает наделен некой властью, я думаю, что это уже, конечно, харассмонт. Я еще так понимаю, что сталкинг это все-таки продолжительное по времени действие. Харассмонт должен быть продолжительным. Да, но харассмон, мне кажется, скорее больше поблизости. Ну ладно, тут продолжение к вопросу имеется в виду просто унижение без симпатии. То есть, видимо, предполагается, что сталкинг все-таки включает в себя какое-то, если мы не говорим не о хищниках, а все остальные четыре типа, это включает в себя какое-то, ты считаешь, что ты влюблен в этого человека или ты ищешь его внимание или ее внимание. Может ли сталкинг быть без симпатии? Я так понял, это вопрос. Это что-то вроде хищника, скорее всего. Или хищник, или то, что мы называли злопамять. Тот, кто мстит за какую-то реальную или воображаемую обиду. Это, кажется, стремление просто унижать и запугивать, это скорее некие садистические вещи, нежели сталкинг. Понятно. Ну и как бы немножко возвращаясь, откатываясь назад по поводу сталкеров и их отношения, правильно ли я понимаю, если мы говорим про XIX век, с чего мы начали программу, что тогда это вроде как казалось даже немножко благородным. Мужчина добивается, пробует и так далее. Сейчас, благодаря движению Мету, тому же движению за равноправие женщин и мужчин и так далее, это все меньше и меньше становится романтичным и больше становится именно что опасным. И это воспринимается уже все больше и больше в обществе как опасность. То есть, это именно что сталкинг, а не бедный влюбленный. Я думаю, что, конечно, в обществе XIX века или XVIII века ухаживаний тоже были свои границы. Наверное. Тоже были свои границы и как раз как раз в те времена были какие-то во-первых, за женщину могли вступиться ее близкие и когда ухаживались назойливыми и оскорбительными мог последовать вызов на дуэль и тому подобные вещи. В наше время снижением не то мы вступаем насколько у почвы, мне кажется. Потому что сталкинг отдельно взят это сталкинг. Когда мы переходим на поля большой гендерной войны, которая происходит по-моему сейчас повсеместно и где смешиваются на одной территории и настоящие проблемы харассмана, сталкинга и так далее и где-то ощущение каких-то ветхих патриархальных ценностей, где-то радикальный феминизм, где-то еще что-то. Мне кажется, в век мету я даже погружаться не хочу, честно вам скажу. Я думаю, что в наше время, ну на самом деле благодаря, может, тому же мету и так далее, у женщин и вообще у жертв преследования есть куда больше возможностей себя защищать. То есть, если возможно лет 50 назад то, что считали вы назойливым преследованием, мне кажется, сейчас в наше время жалобу на то, что тебе не дают проходы, отрывают жизнь и так далее, уже скорее всего воспримут куда более серьезно. Поэтому это есть несомненный плюс, заключающийся в том, что скорее всего просьба о помощи сейчас не останется без ответа. Вот на этой давайте такой хорошей светлой ноте о том, что помощь будет найдена. Нам пора заканчивать. Это была передача «Диагноз недели». Ее провели я, Артем Липин и Ариэль Резник Мартов. А вы не переключайтесь, после новостей рекламы будет передача «Открытая кухня». До свидания. Всего доброго.